Субботники в нынешнем году мало чем отличаются от предыдущих. Внутридоворовые территории закреплены за сотрудниками управляющих компаний, а большинство центральных улиц вверено работникам предприятий города. Один из них Николай. Мужчина, работающий в охранном агентстве «Шериф Авто», несмотря на всю серьезность своей профессии, ничуть не жалеет о потраченном на уборку улиц времени. И искренне не понимает тех, кто отлынил от своих гражданских обязанностей. Ну, надо, чтобы город был чистый, сами дышать будем этим, чистотой этой, так что не мешает. Наш город нам убирать и нам жить в нем, так что все выходите, грабли дадим, виллы тоже. На проведение субботников выделили 4 рабочих дня, а именно 14, 21, 28 апреля и 5 мая. Территории, закрепленные за каждым предприятием, так же, как и сроки, были обозначены заранее. Однако в установленной администрации города график мешались погодные условия. И на сегодняшний день из более чем 80 предприятий города на уборку и облагораживание улиц вышли около 30. Администрация городского округа город Нефтекамск призывает те организации, которые на сегодняшний день и вышли на субботники, выйти на свои закрепленные участки и произвести работы по благоустройству территории в указанные сроки. Удаление залежи прошлогодней листвы, сбор мусора, побелка деревьев и покраска бордюров. Вот перечень тех работ, которые предстоит выполнить нефтекамцам на улицах города в эти дни. Чтобы к празднованию главного праздника этого года, 9 мая, город был чистым и красивым. Елена Иркеева, Решат Исламов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова